Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана. Сегодня вы узнаете, как в домашних условиях подготовить свою кожу к зимним холодам. Маска, которая очень интенсивно восстанавливает и улучшает оттенок лица, убирает пигментные пятна, выравнивает поверхность кожи и убирает даже самые глубокие морщины. Маска, которая идеально подходит для нанесения именно в осеннее время. Сделайте эту маску 2 или 3 раза в неделю. Если у вас имеются глубокие морщины, либо темные пигментные застарелые пятна, то сделайте эту маску курсом. Курс продолжается 4 дня. Сделайте подряд 4 дня эту маску, затем перерыв 4 дня и продолжите курс. В течение месяца уйдут пигментные пятна, улучшится оттенок кожи. Маска сделает кожу глянцевой, фарфоровой, выровнит поверхность кожи и даст очень легкий подтягивающий лифтинг эффект. Маска подходит для всех типов кожи и для кожи лица любого возраста. Особое воздействие и эффективность вы заметите, если наносите эту маску также на шею и на кожу зоны декольте. И давайте приступим. Маска в своем составе имеет простые и доступные ингредиенты. Возьмите обычную пищевую соду. Сода – это наилучший очиститель для кожи, который вы можете использовать в домашних условиях. Стоит недорого, очень эффективно. Очищает даже самые закупоренные поры, способствует отшелушиванию верхнего роговевшего слоя клеток, убирает пигментные пятна и в момент подсыхания дает очень хороший очищающий и подтягивающий эффект. Возьмите 1 чайную ложку обычной пищевой соды. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится – крахмал. Крахмал также хорошо уплотняет кожу, дает очень хороший улучшающий тургор эффект. И использовать можно крахмал как кукурузный, так и картофельный. Можно использовать также для этой маски и обычный тертый картофель. Если у вас нет сухого крахмала, то возьмите сырой картофель, натрите на очень мелкой терке и используйте для приготовления домашних масок. Также нам понадобится 1 чайная ложка кукурузного либо картофельного крахмала. Затем тщательно смешайте все сухие ингредиенты, так чтобы они были равномерно между собой распределены. Затем возьмите обычную кипяченую воду и используйте воду комнатной температуры. Также можно использовать для этой маски и минеральную воду с газом или без газа. Возьмите 2 чайные ложки кипяченой воды комнатной температуры. И также смешайте все ингредиенты до получения однородной консистенции. В момент приготовления домашних масок не торопитесь и тщательно смешивайте все добавляемые ингредиенты. Обязательно соблюдайте не только рецептуру самой маски, но и порядок добавления ингредиентов. От этого будет зависеть качество маски и тот эффект, который она окажет на вашу кожу. Следующий компонент для сегодняшней антивозрастной омолаживающей маски нам понадобится жирная сметана либо йогурт. Можно использовать йогурт любой жирности. Если у вас сухой тип кожи, то возьмите сметану либо йогурт высокой жирности. Если у вас жирный тип кожи, то для этой маски также хорошо подойдет и обезжиренный йогурт либо сметана. Также тщательно взбейте все ингредиенты до получения однородной консистенции. Следующий компонент нужно добавить витамин А. Витамин А улучшает оттенок кожи, улучшает цвет лица, улучшает тургор кожи. Дополнительно убирает и легкие пигментные пятна, которые вы приобрели возможно после летнего отдыха. В результате воздействия ультрафиолетовых лучей. Также для этой маски можно использовать и аптечный Аевит. Если вы используете Аевит в капсулах, то добавьте 2 капсулы Аевита. Если вы используете обычный витамин А, это может быть ретинола ацетат, либо ретинола пальмиат. Можно просто купить в аптеке, стоит недорого и использовать для приготовления домашних масок. Возьмите 10 капель. Также тщательно взбейте все ингредиенты. Для того, чтобы осветляющее воздействие было более интенсивным, возьмите эфирное масло лимона. Можно использовать лимонное масло, также можно использовать масло апельсина, масло грейпфрута. Все цитрусовые масла очень хорошо осветляют кожу. Эфирные масла можно использовать в сочетании с базовыми маслами, либо добавляя 1 или 2 капли в домашние маски. Не наносите эфирные масла в чистом виде на кожу, чтобы не получить ожог. В эту маску нужно добавить 1 каплю эфирного масла цитрусовых. Также тщательно смешайте все ингредиенты. Эту маску можно хранить в холодильнике в закрытом виде до 5 дней и использовать в недельном уходе. Наносите все домашние маски на подготовленную кожу. Перед нанесением сделайте скраб или пилинг. Если у вас нет купероза, то кожу лица можно распарить. Идеально эта маска подходит для нанесения в сауне или в бане. Нанесите эту маску по кожным массажным линиям. Также эту маску можно нанести на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Аккуратными вбивающими движениями нанесите эту маску и на кожу вокруг глаз. Держать маску нужно не более 20 минут. Затем смойте маску водой комнатной температуры и ополосните прохладной водой. Протрите кубиком льда с заваренными лекарственными травами. И затем нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами. Для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всем мира, добра и красоты! А с вами была Оксана. Увидимся завтра с новым рецептом. Всем всего хорошего! Пока-пока!